Здравствуйте, дорогие городники! Сегодня я буду пикировать высокорослые томаты для теплиц. Как вы видите, я хочу вырастить довольно-таки много сортов. Вот у меня выросли сеянцы. И хочу начать с того, что когда вы выращиваете много разных сортов томатов, то надо быть готовым к тому, что в одних и тех же условиях у вас сеянцы будут вырастать по-разному. То есть каждый сорт все равно немного особенный. Вот на примере этих сеянцев хочу, например, показать. Вот сеянцы, тоже высокорослый сорт томаты. Как вы видите, они коренастые, такие низенькие. И еще особенность листочка, то есть с резными настоящими листочками. Вот уже два настоящих резных листочка, их пора пикировать. То есть у меня на всех этих сеянцах по два настоящих листочка. И вот, например, тоже сорт с резными листочками, который рос в тех же самых условиях. Но вы смотрите, как вытянулись у них ножки. Два настоящих листочка тоже резные. То есть это просто совсем другой сорт. И сеянцы у них даже растут совсем немного по-особенному. То есть более высокие. Но тут переживать не надо. Томаты можно довольно-таки заглублять. И все прекрасно мы сейчас распикируем. Также можно увидеть на томатах еще вот такие вот листья. То есть сорт томатов с так называемым картофельным листочком. Листочки, как у яблоньки. И очень похожи на листьев перцев. И некоторые огородники, которые, то есть еще такие сорта не выращивали, когда у них они, сеницы, начинают появляться настоящие листочки, они думают, что это за семена у них вообще появились. И что у них такое растет. Может быть перцы, а не томаты. То есть начинают удивляться. Но тут удивляться нечему. Это вот именно особенность сорта. И таких сортов сейчас довольно-таки-то много. Вот с таким типом листа. Поэтому даже выращивая в одинаковых условиях и так далее, как мы видим, сеницы все разные. И рассада, естественно, будет тоже вся разная. К этому надо быть готовым и заранее как бы не переживать, что одна растет чуть получше, чуть выше, другая ниже. Это ничего страшного. То есть все тут в пределах нормы может быть. Что еще хочу сказать вот в этом видео. В этом видео хочу немножко сказать про сроки. Потому что это довольно-таки важная тема. Вот сроки посева и сроки вообще выращивания рассады. В том числе, когда пикировать, когда вот это вот все делать. Все зависит от того, когда вы собираетесь высаживать свои кусты. От этого надо и плясать. То есть если, например, вы живете, как я, в средней полосе, то у нас, например, в теплицах можно высаживать где-то с 1 по 10 мая. Где-то вот такие сроки. А в открытом грунте уже с 10 по 20 мая. И вот от этого и надо примерно плясать. То есть к этому сроку желательно вырастить рассаду с бутонами. Вот это самый нормальный вид рассады, когда ее высаживаем мы уже в грунт. Отсюда мы уже стараемся выращивать момент посева и так далее. И все это тоже еще индивидуально у каждого. То есть все зависит от лови очень много. Если у вас очень хорошая подсветка, как у меня, то сроки вот эти вот сдвигаются. То есть обычно где-то рассаду сеять за 60 дней до высадки. Я ее сею за где-то 45 дней до высадки. Потому что под лампами оказывается на 15 дней где-то в среднем. Она под нормальной подсветкой. Она лучше развивается. И когда наступает момент пикирования. То есть тоже не торопитесь слишком быстро пикировать. Ну и нельзя передержать сеянцы. Должны появиться довольно-таки таких уже нормальненьких. Не малюсеньких, а нормальненьких два настоящих листочка. Но не надо дожидаться, когда начнут появляться третий лист. И она уже вытянется. То есть как бы всему нужен вот свой срок. Вот надо... Это примерно почти у всех... Опять же, как выращивать. То есть под лампами они стоят или нет. Но примерно проходит где-то после того, как зашли. Проходит от 7 до 10 дней. Вот где-то у меня вот такие вот сроки всегда получаются. И вот как раз через 7 или максимум 10 дней после всходов. Надо уже пикировать сеянцы. Что сейчас мы с вами и будем делать. Поскольку у меня, как вы видите, много сеянцев. То я, естественно, запас... Сейчас вы это все увидите. Запасы много. Уже горшочков с грунтом. И теперь мне вот это все количество надо быстро распикировать. Чтобы это сделать довольно-таки-то быстро, я делаю вот по такой вот технологии. В принципе, она такая же, как и у перцев. Но своеобразная. То есть технология, чтобы шло... То есть отдельными операциями все как бы. Для этого я все равно размачиваю сеянцы. Вот водой много поливаю. Вот здесь вы можете это увидеть. Вот такое болото фактически. И аккуратненько. Самые лучшие сеянцы. То есть мне вот по сей я всегда гораздо больше, конечно, семян, чем мне надо. Мне вот каждого сорта надо всего, например, сейчас по 5 штук. Сеянцев, как вы видите, в каждой емкости растет гораздо больше. И вот я здесь уже, конечно, видно, что есть плохой, вот... Ну, в смысле, менее как бы развившийся, вот, например, вот сиенец, да. И есть сиенец гораздо лучше. То есть я могу здесь уже выбрать, конечно. Вот поэтому я как бы стараюсь все равно выращивать через сиенцы рассаду. А не сразу сею ее в горшочке. Вот я выбираю 5 штучек. Сначала вот на блюдечке раскладываю. Приготавливаю самые лучшие. Вот так вот ложечкой. Вы видите, что я вытягиваю. Все, все до последнего корешочка у меня все расправляется. Все, вот такая вот мочка. Корешков замечательная. С замечательными уже двумя листочками. Вот еще хороший сиенец. Вот я достал сразу 5 сиенцев, которые мне надо распикировать. Все, теперь я емкость отставляю оставшуюся. Сиенцы можно отдать кому-то. И беру 5 горшочков с тем же номером. То есть если у меня это второй, то здесь горшочки тоже со вторым номером. У меня подписанные все. Вот так вот. Вот я их все 5 штук сюда ставлю. Теперь во всех горшочках делаю отверстие. Что еще немножко важно, сколько надо насыпать грунта. То есть грунта надо насыпать, естественно, не полную емкость. Как вы видите, у меня не досыпано довольно-таки много. И мы потом, естественно, при росте будем земли добавлять, чтобы у нас появлялись предаточные корни. Есть еще при пикировании вот такой вот момент часто задаются. Нужно ли обрывать удлиненный вот этот нижний корешок или нет? Я считаю, что все надо смотреть по размерам боковых корешков. Если их уже много, они появляются, а нет у вас одного единственного корня, то можно абсолютно не прищипывать вот этот вот корешок, как некоторые делают. А если у вас он, естественно, идет один и длинный, то его можно и прищипнуть. Но я фактически у себя, поскольку я везде применяю КЧ, всегда мочка довольно-таки-то большая. И теперь мне очень просто и быстро во все 5 мне их распикировать. Вот все. Все 5 сенецов я довольно-таки-то быстро распикировал. И теперь таким же образом распикирую все остальные свои сорта. Еще один момент в пикировании. Это на какую глубину можно заглублять сенец. У томатов это можно делать довольно-таки-то глубоко. То есть, если у вас сенец вытянулся, то можно довольно-таки-то глубоко заглублять. Но поскольку мы насыпаем грунта неполную в емкость, то тоже надо как бы заглубить так, чтобы семидольные листочки были где-то вот на уровне горшочка. Чтобы когда мы будем подсыпать земли, то мы их не засыпали бы. Не засыпали бы семидольные листья. Вот прошло полтора часа, и я распикировал 100 штук сенецов. Теперь где-то неделю точно их не надо поливать. То есть, надо дать корням, чтобы они сами нашли влагу и улучшилась корневая система. А сейчас я включу освещение, чтобы они стояли под освещением. Поскольку здесь уже свет от окна и от этой лампы ДО вот этих вот сенецов и рассады не доходит. Здесь у меня висит мощный светильник большой, я повесил мощностью 300 ватт. Буквально недавно приобрел. И вот его сейчас я включу. То есть, по характеристикам он должен освещать где-то полтора, почти два метра квадратных. Вот он светит таким красноватым светом. Светильник тоже как бы имеет несколько разных светодиодов с разной длиной волны. Довольно-таки должен быть эффективным по характеристикам. Вот будем смотреть, как будет под ним расти рассада. На этом все. До скорых встреч.